Сын простолюдина Мартин Лютер, монах из Биттенберга, не был ни святым, ни смиренным, ни целомудренным, чем и заслужил славу, позволившую ему остаться в истории великим реформатором. Текст Вадима Эрлихмана, представлен в журнале «Биография» в 2014 году в августе. Небольшой саксонский городок Эйхс-Лебен, где 10 ноября 1483 года родился Мартин Лютер, был с той порой известен в округе, что здесь, в Хельрисском монастыре, когда-то жила Аббатиса Гертруда по прозвищу «Великая», прославившаяся своими мистическими откровениями, и еще своим медным бурняком. Именно на нем и работал отец Мартина, деревенский здоровяк Ганс Лютер. Мать Маргарита была подавальщицей в местном кабачке, где рудокопы пропивали заработанную. Пытаясь выбиться из нищеты, семья перебралась в соседний Мансфельд, где было больше залежей меди. Мать с отцом трудились с утра до вечера, приучая к тому же детей, которых у Ганса и Маргариты было 8, но только пятеро дожили до совершеннолетия. «Мои родители», — вспоминал Мартин, — «держали меня в строгости, доходящей до ужаса. Как-то раз отец высек меня розгами так сильно, что потом при одном только его виде я вздрагивал от страха. Мать же за незначительную провинность сикла меня до крови. Побои совмещались с заботой о будущем сына. Ганс сам, не знавший грамоти, отдал Мартина в Мансфельдскую начальную школу. Утром отцу или дяде приходилось провожать туда худенького, малорослого Мартина. Тот боялся гусей и мальчишек. В школе были свои страхи. Не выучив курок, учеников больно лупили по пальцам линейки, внушая, что Господь наказывает грешников еще суровее. Лютер писал, мы, дети, бледнели при одном только имени Иисуса Христа. Боялись Бога, а еще больше дьявола, кузни которого подстерегали повсюду. Ганс Лютер хотел, чтобы сын продолжил образование и отправил его в мастерскую школу. Везенхай, везенахи, не дав при этом денег. Пусть мальчишка покажет, что способен позаботиться о себе. Чтобы как-то прокормиться, Мартин подрабатывал разносчиком на рынке, пел в церкви и иногда просто попрошайничал. Однажды, как в сказке его голодного, оборванного, подобрала жена богатого куца Урсула Котта, приютившая мальчика в своем доме. Избавленный от забот о куске хлеба, он еще усерднее принялся за изучение трех вольных искусств – грамматики, риторики и логики. Окончив школу в 17 лет, он вернулся домой. Отец за это время разбогател и даже стал членом городского совета. Теперь ему было под силу оплатить обучение сына в самом престижном университете. И Мартин отправился в Эрфорд, где изучал уже в Адривиум геометрию, математику, астрономию и музыку. Этим курс обучения и ограничился. Но Лютер заинтересовался богословием и перечитал немало толстых томов из богатой университетской библиотеки. Его интерес к теологии был вызван тем, что запоздало, пришедшее с юга Европы Возрождение, вдохновив ученых-гуманистов, вызвало волну критики церкви. Не только прижимистые бюргеры, но и князья спрашивали себя, почему они должны платить десятую часть доходов папскому Риму, погрязшему во всех возможных пороках. В разных концах Европы возникали еретические секты, которые, подобно чешским гуситам, требовали отказа церкви от богатства, распуска монастырей, населенных бездельниками-монатками. Церковные власти сжигали и вешали еретиков, но их число не убывало. Впрочем, к богословию Мартин Лютер посвящать себя не собирался. Проучившись в университете четыре года, он решил заняться юриспруденцией. Но неожиданно его жизнь будто изменилась. Возвращаясь в Эрфорд после каникул, он был застегнут в поле страшной грозой. Молнии били в землю справа и слева от него, а он, упав на землю, в ужас и молился. Ему уже казалось, что спасения нет, и он выхрюкнул в небо последнее обещание. «Пострибуйся в монахе». «Я понял, что спасен», — вспоминал он. «Над самым моим теменем что-то вспыхивало и гремело, в воздухе пахло серой. По лицу дождем и громом пристал дихо. Молнии падали и падали, и так часто и близко, что казалось, не могли не убить. Но я уже ничего не боялся». Уже через пару дней он постучался в ворота монастыря ордена августинца в Эрфорте и попросил принять его в послушники. Монахи не уставали девиться у сербия юноши. Отработав на огороде или на стройке, он часами твердил молитвы и постился даже в те дни, когда этого не требовалось. Лютер искудал настолько, что сам настоятель приказал ему питаться нормально. «Иначе тебя унесет ветром, и мы потеряем будущего святого». Изучив древние языки, Лютер читал священное писание не только на латыни, но также на греческом и древнееврейском. В 1508 году его отправили преподавать богословие в университет города Гиттенберга, открытый стараниями саксонского кульфюрста Фридриха Мудрого. Вскоре Лютер отправился в Рим по делам Ордена. В дороге чуть не умер от лихорадки, но входил в вечный город, радостно улыбаясь и распивая молитвы. Но радость скоро улетучилась. Павская столица оказалась настоящим Вавилоном, где на каждом углу дежурили проститутки и кардиналы пили и ругались похлеящие рудокопов. Особенно возмутила Лютера продажа индульгенций. Как только римская казна пустела, во все концы Европы направились эмиссары, продававшие от имени Папы грамоты с отпущением любых грехов. Вернувшись в Виттенберг, Лютер получил степень доктора теологии, занял должность профессора университета, стал смотрителем местных монастырей, проповедовал в церкви. Он взвалил на себя все больше и больше богоугодных трудов. Но, по его словам, постоянно пребывал в состоянии ощущения греха. Его терзали тяжкие разумья. В Библии он читал о временах, когда христиане жили в братской любви, сообща работой и владея общим имуществом. Напряженно думая, он разработал главную свою идею об оправдании веры. Я понял, что божественную праведность мы получаем последствием самой веры от Бога и благодаря ней. Это означало, что для спасения человеку не нужны ни бесконечные молитвы, ни пожертвования, ни тем более покупка индунгенций, только глубокая и истинная вера. В 1517 году Папа Лев X, возводивший в Риме грандиозный собор Святого Петра, снова объявил о продаже индунгенций. В Германию с этой целью отправился монах Тецель, объявивший таксу для каждого преступления. Простое убийство прощалось за 7 золотых, убийство родителей за 10, насилие над монахиней за 16 и так далее. Разгневанный Лютер сочинил и прибил к дверям храма, в котором служил 95 тезисов, в которых объявил индунгенции и вообще стяжание церкви богатства делом, противоречащим учению Христа. Этот день, 31 октября, стал датой рождения протестантизма. Хотя сам Лютер об этом еще не подозревал. С необычной быстротой его тезисы разошлись по Европе и в итоге легли на стол к Папе Римскому. Лев X в небе воскликнул. Когда тот, кто спьяно написал это, протезвеет, он ужаснется тому, что сотворит. Но Лютер не отступал. Он снова и снова излагал свои доводы, собирая все больше сторонников. Среди них были ученый-гуманист Филипп Мелангтон, великий художник Лакус Кранах, рыцарь-вольнодумец Ультрих фон Гутен. Ободренной их поддержкой, Лютер начал впрямую обличать стяжательство Папского дворца и даже осмелился назвать самого Папу «кровососущим пауком» и «ослом в тиаре». За такую несультанную дерзость церковные власти вызвали его на суд. Но он не явился. Тогда его позвали на диспут в Лейбце. Похожим образом в свое время заманили в ловушку лидера чешской реформации Яна Гуса, который был затем взят под стражу и вскоре сожжен на костре. Но Лютер на диспут не приехал. Бывший друг Лютера Иоганн Эк всячески пытался опровергнуть в дебатах его взгляды, но успеха не добился. Арестовать еретика тоже не удалось. Папские агенты донесли в им, что тогда немецкие земли восстанут. Папа отлучил Лютера от церкви, но тот публично сжег буллу об отлучении во дворе Виттенбергского университета под аплодисменты студентов. Такое вызывающее неповиновение церкви возмутило молодого императора Карла V. Ревностный католик, он поддержал Папу и отправил отряд солдат, чтобы схватить смутьяна. Лютер едва успел бежать к Куртфюрсту Фридрику, который велел своим верным людям прятать его, причем так, чтобы и сам Куртфюрст не знал, где именно, чтобы не врать Папе Римскому, если тот спросит, где еретик. Так Лютер оказался в Бартбурге, где начал перевод библии на немецкий язык, чтобы каждый мог сам, без посредничества священников, вникнув в слова писателя. Работа была трудной. К тому же переводчик и периодически искушал дьявола, являющийся ему в виде черной собаки без линии. Однажды он увидел нечистого в своем кабинете, тот читал написанное им и глумливо усмыхался. В гневе он швырнул сатану к чернильнице, и тот расставил как дым. Лютер стал так популярен в немецких землях, что в апреле 1521 года императур Карлов пригласил его на естак в собрание сословий. В Вормсе, стоя перед пышно разодетой толпой вельмож и епископов, требовавших от него отречения от ереси, он бесстрашно бросил им знаменитую фразу «На этом стою и не могу иначе». На собрании открыто проявился раскол. Правители некоторых немецких княжеств, включая Фридриха Саксонского, поддержали Лютера словом и делом. Они закрывали в своих владениях монастыри, создавали на их месте школы и университеты. Сам Лютер поселился в Виттенберге, где продолжал переводить Библию и одновременно заботился об изгнанных из своих обителей монахах. Мужчинам он помогал найти работу, женщинам выйти замуж или вернуться в семье. Однажды из Таргау к нему прибыли девять монахинь, из которых одна, Катерина фон Бора, задержалась в его доме надолго. Родители дворяне отказались принять ее, а муж для небогатой и не слишком красивой девушки никак не находился. В итоге она стала законной супругой Лютера. После долгих размышлений он решился нарушить цилибат, установленный Римом право, безбрачие духовенство, и в июне 1525 года он стал первым католическим священником, открыто вступившим в брак. У новобрачных не было никакого имущества, кроме серебряного кубка, присланного одним в дарку фюрстом. Этот кубок Лютер не раз пытался подарить друзьям, но Катерина зорко охраняла семейную реликвию. Кроме этого она купила коров, коз, свиней, развела огород, запустила в пруд рыбу. Все это требовалось для пропитания мужа и появлявшихся один за другим малышей. Всего у Мартина и Катерины родилось шестеро детей, из которых выжили трое. Особенно тяжело Лютер переживал смерть своей любимицы, тринадцатилетней Магдалины. Сыновья Иоганнес и Пауэль продолжили его род в Германии и Швеции и сейчас живут их потомки. Лютер в шутку называл жену господином Кэте и беспрекословно слушался ее в хозяйственных делах. Она же ограждала его от забот и никому не позволяла обходить в кабинет, где он работал. Это было непросто. В доме постоянно толпились люди от бедняков, пришедших за подаянием, до высоких иностранных гостей. Всех их Лютер был готов накормить, устроить на ночлег и одарить всем, что у него было. Поэтому Катерине приходилось не только непрерывно хлопотать по хозяйству, но и приглядывать за семейным добро. Их брак стал образцом для будущих Лютеран. Он основывался не столько на любви, сколько на долге и взаимном доверии. Но это делало его особенно прочим. Лютер говорил, что жена ему дороже всех сокровищ Франции и купеческой кораблей Венеции. Пока Лютер наслаждался семейным счастьем, его приверженцы заходили в своих требованиях все дальше. Часть их призывала к отказу от церковных таинств, храмов и священников. Позже их главной сделался Жан Кальден, остававший кальвинизм. Еще одну ветвь протестантизма. Другая часть считала, что все люди должны заново креститься в духе и разделять свое имущество поровну. Взгляды этих анабаптистов, перекрещенцев, стали популярными среди крестьян, которые в 1525 году подняли мощное восстание против господа. С большим трудом его удалось подавить. Вождь анабаптистов Томас Мюнцер был схвачен и казнен. Лютер, к удивлению многих, выступил против восстания, призывая убивать его участников как бешеных собак. Его вполне устраивала завершавшаяся реформа церкви, освободившая ее от власти Рима. И он не собирался продолжать ее в угоду грубому мужичью. Несмотря на подавление восстания, немецкие княжества не обрели мир. И вскоре кровавое противостояние протестантов и католиков охватило и другие ботки Европы. В 1530 году Союз протестантских князей, так их называли после того, как годом ранее 6 княжеств и 14 свободных городов подали протестацию против преследования Лютера и его сторонников, принял разработанное Лютером Аугусбурское исповедание, свод 28 правил, на которых до сих пор основана Лютеранская церковь. Под его знаменем князья выступили в войне с императором Карлом, которая уже после смерти Лютера закончилась Аугусбурским миром. Его решение, чьи владения того и вера, окончательно разделило Германию на лютеранский церковь и католический юг. Со временем лютеранство приняли также страны Скандинавии, Финляндия, Эстония и Латвия. Но это было позже, а пока стареющий Лютер жил в Виттенберге, сочиняя не только трактаты и проповеди, но и духовные гимны, в которых он видел еще одну форму сплочения верующих. Если у католиков гимны пели по латыни специально обученные певцы, то Лютер писал их для любительского хора, на мотив народных песен. Его сочинение «22 толстых тома» тоже написано на народном языке, сочном, выразительном, полном, не вполне приличных поражениях. Он и говорил так же, из-за чего не раз ссорился со своими сторонниками. Не все терпели, когда их обзывали тупыми ослами или шлюхиными детьми. Великий гуманист Эразм Роттердамский, во многом подготовивший реформацию, разошелся с Лютером, заявив «Содержание его речей я еще готов принять, но форму никогда». Лютер работал много и так увлеченно, что нередко забывал о идее сня. Однажды, занимаясь толкованием одного из псалмов, он заперся у себя в кабинете и не выходил оттуда три дня, пока домочадцами взломали дверь. При этом он успевал еще читать лекции в университете, дважды в день проповедовать в церкви, вести переписку с десятками людей, принимать делегации со всей Европы. Всякий, кто писал что-нибудь по богословскую тему, присылал ему свои произведения, ожидая, что он не только прочтет их, но и найдет для них не только издателей, но и даже покупателя. Служение близким он считал самым главным делом. Когда Детенберг пришла чума, он остался единственным священником в городе и каждый день бесстрашно утешал больных и причащал умирающих. При этом его не оставляли страхи и сомнения. По-прежнему ему везде мерещился сатана, искушающий его. В 1527 году у него началась длительная депрессия, во время которой он по собственным словам перестал отличать Бога от дьявола. Он писал «Всякую ночь, когда я просыпаюсь, я чувствую присутствие дьявола. Он мучит меня вопросами. Кто велел тебе проповедовать Евангелие так, как ни один человек не проповедовал ее в течение стольких столетий? Что, если Богу это не угодно и ты понесешь наказание за осуждение стольких душ?» Снова, как в молодости, он часами молился, лил слезы и даже помышлял о самоубийстве. Спасала его уверенность, что раз дьявол так сильно искушает его, значит он, Мартин Лютер, на верном пути. Однако, не сомневаясь в своих идеях, Лютер был глубоко разочарован их воплощением. В последние годы жизни он говорил, «Под властью Папы мы жили в фарисействе, которое все же было лучше нынешнего язычества, когда никто не творит добра, никто не молится, никто не соблюдает супружеской верности». Его идеи многие поняли как свободу от любых условностей, даже в Виттенберге, где учил лютеранский папа, студенты в открытую пьянствовали и блудили. На улицах плясали обнаженные мужчины и женщины, адамиты, считавшие, что вместе с одеждой избавились от греха и могут творить, что хотят. видя в своем любимом городе новый садом, лютер мрачно восклицал мир, собственность дьявола, и я уже не жду от него исправления. Его борьба с сатаной и с самим собой закончилась холодной зимой 1546 года, когда граф Мансфельд пригласил его разрешить семейный спор. В поездке он подхватил простуду, которая обострила мучившие его последние годы заболевания почек. 18 февраля он умер в своем родном Эйс-Лебене. Тело его перевезли в Веттенберг и торжественно похоронили в той самой церкви, на вратах которой он когда-то привил свои тезисы. После смерти Лютера его имя стало обрастать легендами. Его противники католикам утверждали, что лидер протестантов повесился, раскаившись в своих взглядах. Сторонники Лютера превозносили его как безгрешного и всеведущего пророка. На самом деле неистовый монах никогда не строил для себя святого, не скрывал от соратников своих сомнений и слабостей, чем он заслужил безграничное доверие людей. Не забудьте подписаться на канал и оставить ваши комментарии.